приветствую вас дорогие братья и сестры мы хотим вместе с вами сегодня поговорить о том что мы проходим во времена этого коронавируса который так вот захватил очень бурно нашу страну и мы вынуждены с вами просто сталкиваться со всякого рода трудностями мы их знаем мы сами их проходим вместе с вами мы не отделялись ни от кого и сегодняшняя большая ошибка возможно который может совершить и критическая ошибка который может совершить церковь я не говорю про нашу церкви вообще про вселенскую церковь если она в этот период будет молчать поэтому мы должны говорить и прежде чем мы начнем говорить сначала ответственность лежит на нас на пасторах которые должны сказать свое слово в это время свое слово ободрение свое слово надежды для тех кто ее потерял для тех кто паникует для тех кто не знает что дальше делать и поэтому сегодня мы с вами и мы хотим поговорить об этом рассказать нашу точку зрения на эту тему и предложить вам принять участие в том как разрушить эти козни дьявола в нашей жизни и поэтому вот мы станем вместе хотим с вами помолиться мы будем молиться за вас и после этого видео и будем молиться с вами на молитвенном марафоне который мы сегодня начнем но сегодня мы хотим поговорить с вами о том как пройти это нелегкое время просто сейчас мы все вместе проходим этот период и мы все находимся в сложном ситуации сложных ситуациях наших домах сложной ситуации с финансами мы все сейчас подверг подвержены этому влиянию страхов паники которые в обществе и нас всех это коснулось мы все испытываем сейчас разные проблемы на работах наших дети находятся дома и вообще вся эта атмосфера она давит на нас и слава богу самое главное что мы находимся в церкви доме божьем что мы одна семья и что все это мы можем пройти вместе мы одно я так рада вообще что есть друг у друга что мы можем стать сегодня в молитве друг за друга в проломе друг за друга и это очень на самом деле хорошее сейчас время объединиться в молитве противостать в молитве во первых за наши дома мы хотим начать молитвенный марафон и в первую очередь молиться за здоровье и сверхъестественную защиту ограду над каждой семьей нашей церкви над каждым домом мы хотим также молиться за финансовое состояние каждой семьи и финансовое благополучие чтобы господь держал под своим просто сверхъестественным контролем благословением вопрос финансов в каждой семье нашей церкви в каждом доме и просто стоять сейчас в это время в молитве в поддержки в любви друг другу внимание друг другу и я верю что если мы правильно пройдем это время если мы пройдем действительно это время с богом то бог выведет нас из этого он выведет нас из этого и я действительно свою славу и тогда мы просто увидим эту разницу между служащими и неслужащими еще хочу сказать что на самом деле многие может показаться связи с тем что вот эти все запреты в министерство здравоохранения но частности здесь в израиле о том что мы не можем собираться больше чем десять человек я хочу вам сказать что мы люди законопослушные мы да не будем больше собираться больше десяти человек но меньше десяти человек на расстоянии двух метров друг от друга мы все еще можно собираться если кому-то нужна молитвенная поддержка если кому-то нужно просто пообщаться звоните нам пишите мы обязательно встретимся и ничто не может препятствовать на у нас есть власть наступает на всю эту силу вражу и мы будем противостоять них молитве еще одно тот момент когда сейчас мы не можем собираться вместе в нашем здании церкви мы продолжаем с вами вместе слушать слово божье онлайн ссылку на онлайн вещание получите в нашей группе в telegram вы получите в нашей группе вы можете организовать церковь у себя дома вместе со своими родственниками друзьями те кто находится с вами в одном пространстве можете просматривать можете поделиться этой ссылкой вы знаете может быть человек не пойдет в церковь но послушать пробовать онлайн, он тоже точно захочет. И это очень тот важный момент, который мы должны учитывать, когда мы можем не молчать, а нести Слово Божье через современные технологии. Дьявол хочет, чтобы мы замолчали, чтобы мы разъединились, разбежались, но этого не будет, мы все равно вместе, мы будем проходить это вместе, всегда есть у нас группа, у нас есть сообщения, у нас телефоны, у нас есть все технологии для того, чтобы оставаться объединенными. Поэтому продолжайте следить за новостями в нашей группе, обязательно пишите свои нужды, это очень важно. Писание говорит, что мы должны приносить с благодарностью открывать свои нужды перед Богом. Мы должны знать, за что молиться. И последнее, то, о чем я хочу сказать сейчас, это о нашем молитвенном марафоне, который мы начинаем с завтрашнего дня. С 7 часов утра до 11 часов вечера каждый день каждый из нас возьмет по одному часу в любое удобное для вас время, и мы будем молиться. Мы уже проходили этот марафон с вами перед тем, как открывали нашу церковь, и он прошел на ура. И я знаю, что Господь благословил это место, и вы знаете, как это происходило. Сегодня мы открываем этот марифменный марафон для того, чтобы защитить наши дома, как во времена Песоха. И знаете, что все вот эти закрытые мероприятия, закрытые имеется в виду закрытые вообще, которые не смогут состояться, они выпадают частично и на Песох. И вот в этот день Песоха как раз будет то самое время, когда все пройдет мимо нас, все пройдет, не коснувшись нас, и мы выйдем оттуда с великим богатством, как написано в Писании. А еще очень важно, что мы действительно увидим, и народ увидит, люди, которые окружают нас, увидят разницу между служащими Богу и неслужащими Ему. Будьте верными домостроителями многоразличной благодати Христовой, потому что это то, что от нас требуется. Мы благословляем вас именем Иисуса Христа провозглашаем на ваш дом сверхъестественную защиту. Так как мы в ближайшее время не можем собираться, давайте оставаться самое главное на связи. Давайте мы будем больше общаться, созваниваться, молиться друг за друга. Звоните друг другу, поддерживайте друг друга, молитесь друг за друга. Звоните нам, если можно. Звоните нам, мы будем звонить вам. Самое главное, чтобы мы остались сейчас на связи, мы вместе, будем вместе в молитве. И подключайтесь к онлайн-эфиру. Самое главное, оставайтесь онлайн с Господом. Да, на постоянной связи. Чтобы коронавирус, он нас не... Как сказать? Связь нашу с Господом не прервал. Не прервал. Не обрезал провода. Да, и давайте просто будем стоять вместе в вере, молиться, поддерживать друг друга, и мы все это пройдем обязательно вместе. Мы вас очень любим. Да, и все пройдет, Богдин, все пройдет. У пустыни есть конец, и эта пустыня пройдет. Все закончится когда-нибудь, все плохое, и наступит то, ради чего Господь нас спас. То есть даст нам будущность, надежду и жизнь с избытком. И это то, что мы провозглашаем в вашу жизнь и в жизнь каждого верующего человека. Будьте благословенны. Аминь. Аминь.